Как полагается чемпионом, Антона Бабикова встретили в веб-зале аэропорта Уфы. Поздравить биатлониста приехали тренеры, чиновники и, конечно, родители. Домой Антон добирался с пересадками. Несмотря на долгий перелет, выглядел он бодрым и охотно поделился впечатлениями о чемпионате мира. Когда выигрывает чемпионат мира, то, как правило, это означает, что все этапы отработали хорошо, потому что с сейчасшней конкуренцией в мировом биатлоне без этого никак. И, конечно, отмечали, что я, естественно, тоже отработал свой этап отлично и вывел команду на первое место с четвертого. Бабикова! Бабикова! И так в лидеры выходит российская команда! Затем, как на предпоследнем этапе эстафеты, уфимский биатлонист сначала вывел свою команду вперед, а затем, несмотря на очень тяжелый последний круг, все-таки удержал это лидерство, наблюдала вся планета. Несмотрела только мама Антона, которая в такие моменты старается не переживать. Она иногда уходит. Да, вот как раз на этой гонке она попросила выйти, попросила меня позвать ее, когда все острые моменты закончатся. Но особенно тяжелая гонка была. Нервничала в этот день, похоже, не только мама Бабикова дрогнула рука и у организаторов Чемпионата мира. Антон рассказал, как им пришлось выкручиваться, когда на церемонии награждения вдруг перепутали гимн России. Славься, Отечество, наше свободное! Просто стали ждать, когда все-таки исправят ошибку. Начали исполнять болельщики. Мы, конечно, хотели подхватить, но мы увидели уже, что наш знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев побежал выкручивать руки всем, отбирать микрофоны, чтобы мы пели в микрофон. Естественно, мы тогда уже дождались, когда он придет нам с микрофоном и начал дирижировать, и мы начали петь гимн. Эти эмоции запомнятся на всю жизнь, признался Антон Бабиков. Для всей российской эстафетной четверки это титул Чемпионов мира первый в карьере. А в последний раз наша сборная выигрывала в этой дисциплине еще 9 лет назад. С победой одним из первых Бабикова поздравил и глава региона Рустем Хамитов. По традиции Антон сразу же после встречи в аэропорту отправился на биатлонный комплекс с своим друзьям и тренером. В Башкире, которая была, это у Максима Чудова также в эстафете. Сейчас прошло 9 лет, и опять медаль, опять золотая. Конечно, доволен вся республика, мы шли к этому, все довольны. На отдых у Антона Бабикова всего несколько дней. Он вошел в состав сборной России на следующий этап Кубка мира по биатлону, который стартует 26 февраля в Южной Корее. Зелёв Залова, Вадим Зараев, Вести, Башкортостан.